Всем привет! Меня зовут Наташа и добро пожаловать на мой YouTube канал! И в этом видео у нас с вами будет пенная вечеринка! Но это не совсем то, что вы подумали. Мы будем сегодня делать очень много пены, но это будет связано с уходом за лицом. Если вы любите корейскую косметику или японскую косметику, вы наверняка слышали о корейской или японской сеточке для умывания, для создания пены, о баблмейкерах. Слышали? Сегодня мы рассмотрим такие баблмейкеры и вообще для чего они нужны. Будем с вами создавать много-много пены. Ну, что у меня есть? У меня есть вот такая сеточка с кольцом и с такими маленькими губками. Также есть точно такая же, только без этих губок. Ну, с губками веселения, такие яркие и классные. Конечно, можно купить такие штучки по дорогой цене от какого-то корейского бренда. По-моему, Тони Молли такие есть, еще какие-то, которые стоят рублей по 500-600, а то, может, и дороже. Эти я купила на Алиэкспресс вообще рублей, наверное, за 60. Так что они ничем не отличаются. И, в принципе, японская и корейская сеточка, на мой взгляд, тоже не особо-то отличаются. Вот такие есть у меня сеточки. А еще у меня есть вот такой стакан для создания пены. Вот такой пластиковый баблмейкер. Это пластиковый стакан с такой двойной крышечкой на палочке. Одна из крышечек, видите, она с отверстиями, с дырочками. И как все это работает? Я вам наглядно продемонстрирую все это, но для начала немножечко, как это происходит в теории. Мы будем с вами использовать вот такую пенку от Тони Молли, которая называется Клин Дью Салоэ. Классная, кстати, пенка. Что вообще это такое за сеточки эти баблмейкеры? Зачем они нужны? Ну, во-первых, они создают огромное количество пены. Корейцы, японцы любят умываться огромным количеством пены. Пены много, она плотная, естественно, лучше очищает кожу, и кожа становится более нежной, гладкой, приятной и очищенной. Ну, также такие баблмейкеры, они экономят средства для умывания, поскольку для создания огромного количества пены нужна просто вот такая вот горошинка небольшая. Делается все это просто. Мы смачиваем вот такую сеточку с маленькими поролончиками, либо без поролончиков. Смачиваем тщательно в воде, добавляем маленькую горошинку нашей пенки, либо геля, и начинаем взбивать пену. Либо вот такими движениями, либо вот так, как вам угодно. Ну, вот, например, если присутствуют такие губки, то можно взбивать вот так. Но для удобства вот это вот колечко мы берем себе на указательный пальчик, да, чтобы она у нас не соскользнула, эта сеточка. И, кстати, это колечко очень удобно после того, как мы попользовались этой сеточкой, промыли ее, мы вот так вот ее вешаем, и она спокойненько себе сохнет. Так вот, капельку на смоченную сеточку, колечко на пальчик, и вот такими движениями мы создаем огромное количество пены. Пена создается, правда, огромное количество, и она такая плотная. То есть руками вы не взобьете такое количество пены, и она не будет такой плотной. То есть средство действительно классное. Но, опять-таки, если вы не любите заморачиваться, то можете умываться, как обычно. Это просто я вам показываю, как любят корейцы и японцы. В чем суть баблмейкера? Мы наливаем сюда небольшое количество воды, вот этот пластиковый баблмейкер. А можем сюда капнуть наше средство для умывания. И вот такими вот движениями мы создаем целый стакан пены. Я частенько пробую такой способ умывания, мне он очень нравится. Ну, конечно, когда у меня совсем нет времени, я просто умываюсь вот так вот руками. Но, естественно, такого количества пены я не получаю. Ну что ж, сейчас я вам покажу вблизи, как это все нужно делать, как взбивать пенку. И начнем нашу пенную вечеринку. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами перевестились на стол. Я не стала вас переносить в ванную, поэтому мы будем делать это на столе. У меня имеется вот такая миска с водой. Вот этот самый баблмейкер, покажу вам его поближе. Вот он, этот баблмейкер, куда мы сразу наберем небольшое количество воды. Нужно совсем немножко. Если мы наберем слишком много, то пены у нас не получится, поэтому немножечко воды. То есть, посмотрите, совсем чуть-чуть водички я налила. Вот наши сеточки. Посмотрите, вот колечко. Вот сетка, которая с поролончиком цветным. Это сетка без поролона. Но я думаю, мы будем использовать сетку с поролоном, поскольку она выглядит повеселее. Не правда ли? Буду использовать я вот такую пенку от Тони Молли, как я уже сказала. Что я буду делать? Я мочу в воде нашу сеточку. Хорошенько ее размачиваю, чтобы весь поролончик намок, набух. Теперь на эту самую сеточку я наношу совсем чуточку средства. Смотрите, совсем маленькую горошинку наношу. Вот видите, совсем чуть-чуть. Я сначала немножко разотру вот так. Уже видите, когда я растираю, уже появляется большое количество пены. Теперь я беру колечко, одеваю на палец. Немножечко-немножечко просовываю свои руки. И начинаю взбивать пену. Можно это делать так, можно вот так растирать. Ну, именно с сеточкой, которая с губками, с поролоновыми вот такими кусочками. Мне нравится делать это так. И уже, видите, я буквально сделала пару движений, и появляется большое количество пены. Подвинем. Появляется огромное количество пены. И чем больше таких движений мы делаем, тем больше пены появляется. Пена образуется очень плотная. То есть, посмотрите, уже огромное количество пены. Просто руками на лице эту пену не взобьешь. Поэтому корейцы-японцы придумали вот такую сеточку. Ну, взбили мы достаточное количество. Потом мы берем и собираем эту пену руками. То есть, у нас образовалось огромное количество пены. Посмотрите. Пена очень плотная. Очень-очень плотная пена. Ну, с сеточками мы с вами уже разобрались. Теперь приступим к вот такому пластиковому баблмейкеру. Что мы с вами сделаем? То же количество средства мы сюда добавляем на крышечку. Добавили. И опускаем эту нашу двойную крышечку в пластиковый стаканчик. Сначала нам необходимо растворить это средство в воде. То есть, сначала мы растворяем. Делаем небольшую амплитуду в движениях. Когда средство уже в воде растворилось, мы начинаем интенсивно вспенивать наш продукт в воде. Продолжаем интенсивно работать с большой амплитудой. У меня уже пена просто лезет через край. Я открываю стаканчик и посмотрите, сколько пены. Стакан просто полон этой самой пены. Посмотрите. Огромное количество пены. Это просто классная штука. И, кстати, все это вспенивание. Оно расслабляет и веселит. Если вы хотите умываться, как корейцы или японцы, то попробуйте вот такие сеточки или такой стаканчик. Ссылки на все эти прибамбасики я оставлю под видео. И вы сможете их приобрести на Алиэкспресс. Они стоят совершенно недорого. Такой баблмейкер пластиковый стоит около 150 рублей, а сеточки рублей по 50. Но, надеюсь, вы убедились, как много пены можно получить с помощью всех этих штучек. А на этом мое видео подходит к концу. Надеюсь, вам понравился способ умывания корейцев и японцев с помощью вот таких вот сеточек и пластикового стаканчика. Может быть, вы попробуете такой способ умывания, создадите огромное количество пены. Это ведь расслабляет, веселит. Ну и уход за кожей, как ни крути. Ну что ж, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до новых встреч. Пока-пока! Пока!